Это у нас прихожая. Здесь у нас зал. Зайдите, пожалуйста. Эту двухкомнатную квартиру, в которой проживают трое братьев и их отец, семья приобрела в 2013 году. Ипотека была оформлена на мать мальчиков. Официально женщина была в разводе. В 2009 году мы с супругой развелись. Старшему сыну было 4 годика. Я уехал в другой город жить. Буквально месяца через 3-4 после развода я вернулся. Приехал сына проведать. Сошлись мы обратно с женой и начали жить мы в совместном браке. В гражданском. Два года семья стабильно платила ежемесячные взносы. Потом зарплату главе семейства сократили. У жены еще был кредит. Коллектора начали давить на нее. Получилась такая депрессия у нее, что я ушел на работу. А к 11 часам дня меня с работы уже вызвали. Сказали, что жена умерла, что ее нет. Ну, суицид, скажем так. Шок трое сыновей, небольшая зарплата и ипотека на 19 лет, перешедшая по наследству детям. С этим столкнулся глава семьи. Даже несмотря на пенсии по потере кормильца, долг за эти два года только увеличился. Просил банк о реструктуризации долга. Он не идет ко мне навстречу банка. Это исковое заявление банка. Это уже то, что суд первой инстанции решил. Что выставить квартиру на торги, выселить детей. Меня как бы на улицу. Чтобы многодетный отец с детьми реально не оказался на улице, в ситуацию вмешались юристы и чиновники. В данном случае варианты разрешения это либо мировое соглашение с кредитором, с банком. Есть вариант реструктуризации долга в рамках дела о банкротстве. Это означает, что в пении не начисляются проценты, не начисляются, фиксируется сумма, которую должники должны погасить за 2-3 года. Еще один вариант решения проблемы из-за несовершеннолетних детей – отсрочка исполнения суда на 3, а то и 5 лет. Плюс у нас в области принят закон о том, что многодетные семьи, которые нуждаются в получении земельного участка, могут отказаться от этого земельного участка и получить денежную компенсацию, которую также можно в рамках закона направить на погашение ипотечного кредита. Тоже как вариант решения вопроса. Сейчас официальные лица будут решать вопрос с банком о компромиссных выходах из ситуации и представлять интересы отца троих детей на апелляции в суде. Юлия Анфалова, Антон Ступко, СТС, Челябинск. Тебя тоже, наверное, показать надо, да?